Здравствуйте! Тут вот я на днях посетил несколько музеев, вот хочу вам о них рассказать. Самое, конечно, такое яркое впечатление был у меня от музея техники Задорожного, так он называется. Насколько я понял, Задорожный, такую же фамилию носит директор недалеко находящегося музея официального. Как он называется-то музей? Музей-усадьба Архангельская. Это знаменитая такая усадьба, в революцию там помещалась резиденция Троцкого, между воинами там был дом отдыха военный, вот такие вот вещи были. Ну а сейчас там ремонт, в значительной части. Так там музей, такой вот музей, так сказать, усадьба подмосковная такая шикарная. Ну вот, а тут, значит, музей техники Задорожного. Фантастические впечатления, просто не поверите. Много-много красивых, блестящих, хорошо отполированных автомобилей. Есть даже автомобили, которые существуют в единичном экземпляре. Не то, что он остался один, да, это бывает, а он вообще в единичном экземпляре существовал и был сделан. Там даже есть такой автомобиль. Есть автомобили, которые, они все на ходу, причем автомобили есть с такими, видно, что на ходу с тех пор, да, такая вот драная обивка у него, да, причем с тех пор это поры, так сказать, где-то начало 20-го века, конец 19-го. Ну, то есть эти машины еще не похожи на наши современные. У них, значит, двигатель, естественно, есть, рулевой колонки никакой нет, а двигатель, цепная передача, значит, у колес, а колеса как у телеги, у кареты, если хотите, да, на рессорах вот этих, как тележных. И вот на это колесо, на него еще идет, значит, цепная передача, на это колесо, да, вот, вращает его, да, вообще очень впечатлили меня все эти машины. Ну, конечно, все новые машины блестят, советские машины, да, чайки, да, вот чайка, на которой везли из аэропорта самого Юрия Алексеевича Гагарина после его полета, да, вот, вот такие вот всякие. Да, есть там чайка тоже, она в единственном экземпляре существует, и я так понял, что она не нашла себе употребления, благодаря тому, что чайка машина тяжелая, с плавным ходом, то есть такое, понимаете, киносъемочное, да, вот, значит, чайка, у нее такой большой сзади открытый, значит, кузов, платформа открытая, правильно сказать, так, и на ней предполагалось ставить кинокамеру, там были осветительные приборы. Надо сказать, что что-то похожее существовало на базе ЗИСа, ЗИСа, да, ну, вот там такого на базе ЗИСа нет, а помните фильм, фильм назывался «Иван Васильевич меняет профессию», я с Якиным уезжаю в Гагры, помните, вот они садятся в этот вот киносъемочный ЗИС и уезжают с Шиком, да, вот, вот, они едут по, значит, проспекту к Калининскому там в этом фильме, вот, уезжают на Калининский проспект. Вот, ну, это я вам про автомобили воспел, не только, видно, что это собирается в музей всего, вот, я про свой чердак вспомнил, где полно всякого барахла лежит, это тоже вот музей всего, там есть коробочки, может быть, они из-под духов, а может, не с духами, я не знаю, с теми советские еще коробочки, табачные изделия, есть табачные изделия, набор такой, знаете, набор, посвященный кинофильмам, да, там вот кинофильмы всякие, тишина, гусарская баллада, и вот, значит, такой вот набор сигарет уже, да, есть папиросы, видимо, это папиросы еще, с такими названиями, типа, металист еще как-то такими, типа, большевичка или что-то, депутат, да, вот, депутатка, вот такие вот всякие названия, которые вот, ну, сейчас вроде не положено курить-то, да, большевикам-металистам, тронуло мое сердце упаковка папирос-звезда, были такие элитные папиросы, они дамские считались длинным таким штуком, звезда, да, вот были такие папиросы, что-то как-то я там не увидел сигареты, были друг такой, тоже очень красивые были сигареты, друг и дорогие были, ну, герцеговина флора там есть, все как положено, ну, ладно, я сейчас все про папирос, папирос, а это же музей техники, так вот, там самолеты, несколько штук находятся, в том числе, ну, очень распространенный Як-18, на нем все пилоты советские учились летать, и не только пилоты, он еще использовался в клубах ДОСАВ, да, вот там, значит, летчики летали ДОСАВские, да, вот, что там еще есть-то, да, первые реактивные наши самолеты там показаны, вот, где-то он достает все это дело, видимо, частично восстановлены, ну, к сожалению, не очень большой отсек это стрелкового оружия, мне сказали, что они только начали его собирать, вот, ну, а я, так сказать, любитель стрелкового оружия, любитель пострелять, поэтому вот как-то вот, вот, тут вот как-то, ну, хотя есть оригинальные вещи, там и пулемет Браунинг есть, в изобилии представлено немецкое оружие, не, ну, там есть на что посмотреть, причем оружие смонтированное на турелях, на площадках, на мотоциклах, вот, там мотоциклов много, ну, ладно, это я все хвалю, а на улице открытая экспозиция, танки, прямо так, первые, на кого утыкаешься, это танк, этот самый, британский танк-то, да что ж ты будешь делать с памятью-то моей, да, тот, который отрубил голову, так сказать, Карлу, Карлу Первому, вот, в честь него он назван такой танк, очень такой уютный, такой квадратный башни танк, вот, вот он, значит, первый открывает эту экспозицию, но там много всякого добра, в том числе трофейные немецкие танки, Тигра, правда, нет, Пантеры, правда, нет, ну, ходовые изделия там есть, и на ходу они находятся, видимо, вот, американская техника, вот, к сожалению, я не сфотографировал танк Шерман, он как-то был еще ржавенький вдали, танк Иосиф Сталин-3, ИС-3, он, видимо, скоро будет реставрироваться такой, весь такой умильный, сварные швы ободраны, все как положено, несколько розовых танков, да, как в фильме, каком-то в одном из фильмов Бондарчука, розовые танки, вот, это танки просто загрунтованные, покрашенные, значит, грунтом, суриком, сурик хорошо ложится на металл, на железо, вот, железный сурик, и, ну, их потом, видимо, покрасят в такие цвета боевые, такие вот малогабаритные легкие танки довоенные, там несколько штук стоит, ну, вот, вот они есть, меня больше всего из всего вот этого артиллерийского набора, танкового артиллерийского, очень большой коллекции орудий артиллерийских, больше всего впечатлила 100-мм зенитная пушка, это конец, по-моему, 40-х, начало 50-х годов, когда еще не было, когда уже были высоко летающие самолеты, бомбардировщики, но не было еще ракет, которые могут их сбивать, пушка называется КСМ-65, по-моему, у нее снаряд был с тянущим поддоном, вот, посмотрите, что такое тянущий поддон у снаряда, оперенного такого, по-моему, это он был, вот, надо сказать, она в хорошем состоянии, прекрасном, я ей просто залюбовался, аналогичное изделие в Санкт-Петербургском музее артиллерии, оно как-то так вот, ну, сильно тронуто временем, а тут все-таки такое все из себя, замечательное, да, прекрасное, прекрасное изделие, очень меня впечатлил, долго вокруг него ходил, долго цокал языком, столовая там есть, можно было хорошо поесть, столовая такая под времена Великой Отечественной войны сделана, с призывом, если вы заходите, поставьте оружие на предохранителя, вот такие вот вещи, вот, паровоз, в общем, впечатляет своими размерами, мы сейчас давно уже с паровозами рядом не бываем, это паровоз конструкции нашего конструктора, Лебедянского, нашего, это, значит, из Боброва, Бобровский, вот, но сделан он был, к сожалению, не на Бобровском паровозостроительном заводе, а в Ворошиловградском паровозостроительном заводе, вот, вот, впечатляют размеры, правда, правда, да, ну, и там была теплушка, вагончик теплушки, помните, я вот, когда ездил в Ленинград, все, собирался посетить музей железнодорожных, железнодорожного транспорта, но там, оказывается, был какой-то саммит, или что там еще, или такое, экономические, международные, вот, там фуршет устраивали, так, что я туда не попал, а вот, ну, зато я рассказал все про эту теплушку, про свою историю с ней, а тут, вот, можете посмотреть, как соотносится вот расстояние между полом теплушки и шпалами, на которых, рельсы, по которым он катит, да, вот, ту историю, вот, посмотрите про Ленинград, как я ездил-то, вот, там вот эту всю историю длину рассказывал, не хочу и пересказывать. Вот такие вот дела, теплушки, паровозы, масса всякой техники, самые разнообразные, в том числе и более-менее современные, да, техники. Что еще хочу сказать, ну, мельком, 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 мельком расскажу вам, как я посетил еще две выставки. Одна выставка в Государственном историческом музее, такая небольшая выставочка в двух зальчиках, это кабинет директора называется, вот это место, да, там у них такой вот, ну, там нет сейчас директора, нет кабинета, вернее, директора. Директор-то есть, но у него другой кабинет, вот, а тут, значит, вот выставки проводят такие вот коротковременные. И там выставка японской коллекции, это из собрания, я так понимаю, этого музея, ее собирал Щукин, купец московский, вот он и отдал в музей, да. Тонкие вещи, резьба, все эти вещи, кстати говоря, они японские-то японские, но сделаны они в основном для Европы, для европейцев, которые там покупают, да, лаковые всякие вещи, вот, лаковый сундук, редкость большая. Кстати, похожий лаковый сундук был у кардинала Мазарини, помните, 20 лет спустя, да, вот у него был похожий лаковый сундук, ну, он там во Франции сейчас и находится. А этот сундук был, по-моему, у губернатора то ли Суматра, то ли чего-то, то ли голландской Индии, ну, Индонезии, то есть. И вот он сейчас, вот, его купил, его Щукин где-то на каком-то аукционе, еще в 19 веке, наверное, вот. Вот, интересная выставка, тонкая работа, вот, там есть такая скульптурочка, у меня она как-то, они делали крупнее немножко для европейцев, чем для себя, но даже здесь видно какая тонкая работа, вот там клеточка решетчатая, в которой сидит птичка, да, якобы. Вот, ну, согласитесь, искусство большое. Вот, что еще я там увидел замечательного? Третьяковка, есть в Третьяковке, есть старая Третьяковка, новая Третьяковка на Крымском валу, и есть еще, так называемый, инженерный корпус. И вот в инженерном корпусе, там на двух этажах выставки, вот сейчас там две выставки, одна выставка посвящена болгарским древностям, да, очень впечатлило меня. Там народ был мало, ну, просто вообще никого не было, поэтому, несмотря на запрет фотографировать, ой, проболтался, я кое-чего там сфотографировать сумел, так, мельком, быстренько, быстренько. Меня там очень впечатлили книги, во-первых, книги, книги 14 века, они где-то 1362 год, там так на ней написано, еще, естественно, еще рукописные, но на бумаге уже, да, 1362 год, это за 18 лет до Куликовской битвы, да, вот. Были пергаментные книги, еще более древние, то есть времен, так сказать, 13 века, это когда нашествие монголов на Русь было, вот тех времен, но это все болгарские книги, болгары, их писали, использовали. Кстати говоря, и кто знает старославянский, там старославянским языком написано, просто вот берешь и читаешь, да, кто знает старославянский? Моя дочь знает, я не очень. Паки-паки и же Херувима, да, только это я сделала. Вот, так вот, значит, что еще, а, иконы, иконы древнейшие, вот такая вот доска, изъеденная древоточцами, да, ну, впечатляет. Хотя иконы все, так сказать, были постоянно в богослужебном использовании, и поэтому они записаны, да, записаны вот старые, то, что старый слой кое-где раскрыт на некоторых иконах, вот. Ну, тоже очень древние иконы, тоже где-то 13-е, по-моему, были 13-е века, 14-е точно были много очень. Вот, и еще одна выставка, выставка в основном мелкой пластики, так это называется, скульптор знаменитый, Паоло Трубецкой. Он Трубецкой, но Паоло. Значит, его папа Трубецкой был то ли послом, то ли консулом в Италии и женился там на американке, певице, которая туда поехала, так сказать, стажироваться. И вот у них дети были все такими с итальянскими именами. Паоло Трубецкой, он вообще, ну, не попал он под раздачу в советское время, он все время там был, иностранец. Вот, и он скульптор. Он, конечно, делал большие монументы, например, известная конная статуя Александра Третьего, такой Александр Третьего. Я всегда писал, что я думал, что это карикатурный Александр Третьего. Представляете, вот такая карикатура, установленная на площади. Такой вот тяжеловоз такой под ним, упирающийся, да? Вот Петр Первый поднял Россию на дыбы, да, вот так говорят, да, помните, фальконный памятник. А это вот такой упирающий тяжеловоз, и на нем сидит Александр Третьего, вот. Ну, памятник сейчас где-то там стоит в запасниках, во дворах, вот, на месте своем он не стоит в Питере, его убрали. Вот Николаю Первому оставили, а вот, ну, Петру Первому тоже, а вот Александр Третьему нет, убрали. Да, вот такое вот дело. Вот, ну, а нам там привезли в основном мелкую пластику его, да, вот, посмотреть. Ну, вот, иконы меня, честно говоря, больше впечатлили, хотя, вот, Трубецкой дожил где-то год до 38-го, да, представляете, был. Ну, вот, ну, великий тоже человек, естественно. Умер со шпателем в руках, так написано, да. Шпатель – это вот тем, чем он там лепил из глины модели для отливок. Вот, я вам рассказал, так сказать, про свою, можно сказать, культурную программу, что я там посетил, увидел. Ну, иногда я вам еще что-нибудь расскажу. Спасибо большое за внимание, что смотрите меня иногда. Не забывайте меня поддерживать материально. Не только то, что мне один товарищ прислал компенсацию билета на выставку. Вот. Ну, кстати говоря, тоже у музея задорожного он не дешевый, ехать туда пришлось на такси, обратно тоже, так что вот такие дела. Ну, жду от вас новой поддержки финансовой, лайков, репостов, комментариев ласковых и что еще-то самое главное. Да, и денег, 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 денег. Всем надоелось, всем попрошайничать, а что поделаешь? У нищих такая работа, да, вот, у нищих слух нет, но зато есть спонсоры, да, это вы мои спонсоры. Там, значит, внизу расчетный счет и номер карты Сбербанка, на него даже и за границу можно переводить, даже валюту, она тут конвертируется автоматом в рубли, PayPal, Яндекс кошелек, Kiwi кошелек. Ну, пока, жду от вашей поддержки. Всего доброго.